Я понимаю, что у нас все это сопряжено с расходами, но тем не менее события в Нитогорске у нас у всех были на виду. В соответствии с заданием прокуратуры области, которое родилось из задания генеральной прокуратуры по результатам этих событий, нами проведена проверка, касающаяся эксплуатации газового оборудования общего в первую очередь и внутриквартирного в том числе. Значит, нарушения у нас выявлены, наверное, в половине обслуживающих организаций, ТСЖ, УК, соответственно, были приняты меры реагирования. Вот те нарушения, которые расписаны в представлении, внесенные на ВАДРС руководителя этой организации, базируются на действующем законодательстве. И, ну, тут, я думаю, вы спорить со мной не будете, да? И давайте мы с вами сразу не будем ставить вопрос, как это сделать, вопрос в другом, как нам не допустить трагических событий, которые у нас были уже не единожды. Технически, если у нас нет такой организации, ну, вопрос в чем? Ищите, с кем можно заключить договоры. Никаких других здесь вариантов нет. У нас законом предусмотрено, что должны быть обследованы в определенном порядке эти газовые коммуникации, приведены к определенному нормативному состоянию, исключающих взрывы, трагедии, обрушения и все остальное. Но, к сожалению, ничего другого я вам здесь сказать не могу. Вы в любом случае будете исполнять эти требования в закон. Каким образом, да, давайте обсуждать. От вас еще, ну, насколько я помню, мы эти меры реагирования только внесли, ни от одного из вас еще ответы письменные не поступили. Ну, предоставляйте сведения по мониторингу, ваши предложения. Мы за вас эту проблему решать не можем. Вы, руководитель организаций, вы несете ответственность за тех людей, которые проживают в этих домах и за коммуникации в этих домах. Да, я понимаю, что 6 тысяч с квартирой, это, ну, для многих это неподъемные деньги, да, которые у нас вызовут соответствующее негативное настроение населения. Ну, давайте начинать с определенных, да, граждан, которые у нас и за законодательством предусмотрены, те люди, которые создают угрозу, те люди, которые обладаете вы информацией, неадекватны. Ну, давайте уж прямо говорить, от каждого из вас, да, мы в прошлый раз, когда эти совещания в прокуратуре проводили, там далеко не все были, но, тем не менее, многие управляющие организации были. После этого ко мне обратилось несколько человек, а что нам делать с теми, а что нам делать с этими людьми. У всех есть в многоквартирных домах люди, которые, вы знаете, что представляют угрозу. Давайте с них начинать проводить проверки, да, есть какие-то зоны риска, на которые нужно особое внимание обращать. Есть добропорядочные граждане, есть те, кто проводит ремонт у себя в квартирах, и старшие по подъездам, ну, наверное, они должны делать что-то, кроме хождения по этажам. Да, они эту ситуацию видят, да, вот, квартира такая-то, проведенный ремонт, ну, можно обратить на нее внимание. Наша задача не людей лишить этих 6 тысяч рублей, наша задача исключить аварийные ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!